Аудиоиздательство Vimbo представляет Елена Минкина-Тайчер Эффект Ребендера Читает Алексей Богдасаров Ребендера-эффект Многократное падение прочности твердого тела, облегчение деформации и разрушения вследствие обратимого воздействия среды. Существенную роль играет реальная структура тела. Большая советская энциклопедия. Низкий поклон поэту, публицисту, математику, профессору Питтсбургского университета Борису Кушнеру за предоставленные стихи. Автор. Буря мглою небо кроет. Нет, слова пришли позже. Сначала только это безумное, волшебное сочетание света и звука. Звон бегущих клавиш, горячие полоски солнца на подоконнике, россыпь цветов в большой стеклянной банке, бокастая огромная клубника в разводах тающего сахара. Бабушка играла стремительно и шумно, и маленькому Леве страстно хотелось размахивать руками, кружиться и лететь вслед за убегающим ритмом, но отвлекали сладкие, текущие соком ягоды. Целая гора ягод в огромной расписной тарелке. Можно было брать сколько угодно, запихивать в рот целиком, шумно глотать, захлебываться, облизывать пальцы. Увлеченная бабушка не замечала никаких безобразий. Стояла чудесная, пьянящая жара. Огромные стрекозы трещали в кружевных складках занавески. Соседская девочка прибежала с кувшином молока, да так и застыла в дверях, заслушавшись непривычной музыкой. Ах, что за прелесть эти блестящие лукавые глаза, спутанные белые кудри, руки с тонкими пальчиками, маленькие босые ступни на плетеном коврике. И звенящая трель в верхних октавах, невозможная, бесконечная трель. Одни шестнадцатые и тридцать вторые, шестнадцатые и тридцать вторые. Бабушка, как я тебя люблю! Левушка, ты мое солнышко! Мягкие руки обнимают и кружат. Пушистые седые волосы, большие горячие груди, душный, сладкий и манящий запах увядающих цветов. Бабушка, я тебе скажу по секрету, только очень тихо, вот сюда, в ухо. Бабушка, я прямо сейчас хочу жениться. Лето всегда было чудесной порой. Прерывалась, пусть и временно, другая жизнь, привычная, скучная жизнь в замкнутых пространствах, комнате, заставленной скрипучими душными вещами, огромной коммунальной квартире, тоже душной, полной чужих запахов и звуков, каких-то других домах и комнатах, куда они с бабушкой ходили в гости. Даже катание на велосипеде разрешалось только в квартире, в длинном коридоре, который тянулся и изгибался от огромной кухни до жуткого, тяжело пахнущего и вечно занятого туалета. Туалет был отдельным страданием, потому что в тот год мама категорически выбросила горшок. Конечно, такому большому мальчику не пристало ходить на горшок, но мрачный, вонючий туалет с голым, нечистым унитазом и тоже нечистой облезлой ручкой на длинном шнуре нагоняли неприходящий ужас, и Лёва, мучаясь и дрожа от стыда, приспособился писать в ванной комнате в раковину. В то лето они с бабушкой, как и прежде, уехали к её подруге Любочке в тёплый молдавский городок, где в стародавние времена, немыслимые древние времена, ещё до революции и гражданской войны, бабушка, которую тогда звали Шулой, вместе со своей Любочкой и ещё одной подружкой по имени Нюля, ходили в гимназию. Фотография трёх сказочных девочек в строгих платьях, передниках и шляпках висела над кроватью, и невозможно было не узнать бабушку из-за их семейного, крупного с горбинкой носа. Маленький Лёва тихо смеялся над нелепыми детскими именами Нюля, Шула. Ещё забавнее казались цветочки и ленты в дряхлом коричневом альбоме, где седая толстая Любочка хранила фотографии. Лёве часто вручали этот альбом посмотреть картинки, что подразумевало не прыгать и не мешать их бесконечной женской болтовне. С тяжёлых, негнущихся страниц дружно глядели бородатые старики, дамы в шляпках, бесконечные толстые младенцы, мальчишки в одинаковых костюмах с матросскими воротниками и опять те же три девочки. Сначала совсем маленькие девчонки сидят в ряд на фоне нарисованного пейзажа с облаками, потом на том же фоне, но уже стоят и одинаково улыбаются высокие старшеклассницы с скосами, и, наконец, три чудесные девушки в длинных платьях смеются, держась за руки. На самом деле Лёва тысячу раз слышала эту историю, и бабушку, и её сестру назвали прекрасными библейскими именами — Шуламид и Лия, как и положено внучкам Ребе. «Не сомневайтесь», — повторяла бабушка, — «в доме чтили и соблюдали религиозные традиции, но всё-таки папа», между прочим, родной брат известного просветителя и общественного деятеля, решил дать дочерям светское образование. Да-да, серьёзное светское образование, представьте себе. Сразу по окончании гимназии девушки были отправлены за границу, а именно в Женевскую консерваторию для углублённого изучения музыки. Об этом особенно мечтала старшая бабушкина сестра Лия, прекрасная пианистка, страстная поклонница Листа и Шопена. Но в первый же год обучения у знаменитого маэстро случилось ужасное несчастье. Лия переиграла руки и по требованию доктора была вынуждена прекратить занятия на неопределённое время. В отчаянии она принялась целыми днями бродить по морозному городу, подхватила жестокую инфлюенсу и в три дня скончалась от жара. Именно так рассказывала бабушка, и Лёвушке всё виделось несчастная Лия, тёмные горящие глаза, тонкие руки на кружевном покрывале, и хотелось плакать от красивых незнакомых слов «маэстро», «инфлюенца». В том же несчастном году бабушкин папа, напуганный и убитый горем, настоял, чтобы Шула прекратила профессиональное музыкальное образование и перевелась в Сорбонну на естественный факультет. Помнится, Лёва долго не мог понять название факультета, что там могло быть естественного или неестественного, но оказалось, что так называют медицину, биологию и прочие скучные и неприятные науки. После недолгих колебаний бабушка выбрала фармакологию. «Трудолюбивый и ответственный человек может и должен преуспеть в любой области», — повторяла она в назидании маме и Лёве. «Но разве не жаль души, планов, потраченного времени?» — восклицала мама. «Столько лет учиться музыке и всё бросить из-за страхов и капризов родителей». У родителей не может быть капризов. Умные дети это прекрасно понимают и слушаются старших, а музицировать в домашнем кругу не менее важно. Именно так формируется разносторонняя личность и любовь к прекрасному. Бабушка действительно часто и с упоением играла на их стареньком звучном пианино. У неё была блестящая техника и очень точный звук. А утром, закрутив волосы, она отправлялась в аптеку, где царил идеальный порядок, и сотрудники замирали при одном её появлении как солдаты в строю. Так и получилось, что в памяти Лёвы навсегда остались как бы две разные бабушки. Виртуозная пианистка с разметавшимися кудрями и страстным просветлённым лицом и строгая заведующая аптекой в белой накрахмаленной шапочке. С самого Лёвиного рождения они жили втроём в большой разгороженной ширмой комнате. Мама, бабушка и сам Лёва — привычная нормальная семья. Правда, когда-то в комнате жил Лёвин папа Боря, мамин муж. Бабушка так и называла — «твой муж». Но он погиб страшно давно, в ноябре сорок первого года. Это было особенно обидным, ведь Лёва родился в декабре, на целый месяц позже. И значит, они никогда и нигде не могли встретиться с папой, даже случайно, даже если бы война закончилась в том же году. Правда, в бабушкином «твой муж» слышалось не сожаление, а скорее недовольство. Также она говорила про мамину работу корректором в издательстве. «Твоя работа!» А мама в ответ сердилась и даже плакала. Но и бабушкино ворчание, и мамины слёзы казались привычными и нестрашными, и обычно заканчивались объятиями. И ему ни разу не пришло в голову задуматься про бабушкиного мужа, то есть маминого папу. Может, его и вовсе никогда не было? Конечно, многие знакомые ребята и во дворе, и в школе росли без отцов, но всё-таки мало кому досталось такое безраздельное женское царство. Бабушка с целым коллективом преданных аптекарш, мама с подружками из издательства, соседки, учительницы, портнихи, молошницы, и на всех один лёвушка, милый кудрявый мальчик в курточке с бантом. Достаточно было прижаться головой к бабушкиной груди, чтобы получить прощение за любую каверзу. Мама больше любила вежливые слова и разговоры. Например, «Извини, я забыл сказать тебе спасибо. Я понимаю, что поспешил и не подумал. Я случайно ошибся». Соседки обожали мелкие знаки внимания. За какой-нибудь одуванчик, сорванный во дворе за помойкой, могли запросто одарить конфетой. Учительниц побеждало раскаяние и признание собственной лени. Аптекаршам хватало бабушкиного авторитета и портретного сходства с внуком. Но всем, абсолютно всем, нравилась несмелая мягкая улыбка и взгляд чуть из-под лобья, лукавый и застенчивый одновременно. Нет, никакого специального коварства. Лёвушка действительно обожал бабушку, не хотел огорчать маму, сожалел, правда, недолго о пропущенных уроках. Если задуматься, нормальные человеческие отношения, без лишних расстройств и обид. И потом все они были очаровательны. Эти сплошные округлости, движения бедер, гладкие руки, какие-то пуговички и оборочки. Упоительно было глядеть по утрам, почти не просыпаясь, как мама, высоко подняв подол, натягивает чулок на стройную ногу. Или бабушка привычно заправляет большие мягкие груди в розовый лифчик. Но ещё лучше проснуться рано-рано и сразу перебраться к маме в объятия. Сладкий, уютный запах, тёплые руки и грудь сквозь тонкую ночную рубашку, мягкие губы. — Рая, сейчас же прогони этого безобразника из кровати! — кричит бабушка. — Ты окончательно испортишь ребёнка! — Ты его портишь в сто раз больше. На самые свадьбы будешь укачивать и колыбельные петь. Да, пожалуй, самое раннее воспоминание — не лето, не сладости и даже не настоящие коньки, а эти волшебные бабушкины колыбельные. Нужно только зарыться с головой в одеяло и лежать тихо-тихо, чтобы бабушка не опомнилась и не ушла. Песня плывёт и качается, и слова переплетаются. Прекрасные, совершенно непонятные слова. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Хотелось блаженно раскачиваться и дремать, дремать, дремать под привычный ласковый голос. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Всегда хотелось отдельно спросить про синицу, и всегда не успевал. Засыпал или улетал куда-то, и только тёплые слова доносились издалека. Буря мглою небо кроет. Рая, Рая, что ты говоришь? Это же просто чудо! Чудо, что мальчик так музыкален! Неужели ты не понимаешь? Посмотри, как он запоминает мелодию. И зачем затевать скандалы на ночь? Зачем насильно укладывать и оставлять одного в темноте? Во все века матери пели колыбельные. Это укрепляет психику ребёнка. Да, и заодно расшатывает психику родителей. Ты балуешь, а мне расхлёбывать. Я не готова каждый вечер часами сидеть в темноте и бубнить твои колыбельные. Он же нарочно не засыпает, чтобы послушать. Сама приучила. Теперь отменяй все ночные смены и пой. Конечно, тут не обходилось безвечной женской ревности. Уже взрослым Лёва не раз задумывался, почему женщинам так важна собственность или зависимость. Почему нельзя просто радоваться встрече, чудесно проведённому вечеру, касанию рук и губ, этому неповторимому сладостному озарению. Почему не ценить мгновение, простое мгновение любви, без слёз, клятв и обещаний. В первый послевоенный год бабушка завела речь о Лёвушкином музыкальном образовании. Хотя вернулись раньше, в конце 44-го, но тогда он был ещё слишком мал. Про эвакуацию Лёва совсем ничего не помнил. Много позже нашёл серые, выцветшие фотографии, пыльная улица, плохо одетые дети на крыльце, он, самый маленький, чуть выше скамейки. Как всегда, не обошлось без ссор, которые по какому-то странному свойству памяти сохранились в голове, как и слова бабушкиных колыбельных. Кстати, русский романс полюбил на всю жизнь, даже собрал целую серию пластинок в исполнении Козловского и Лемешева. Бабушка была бы счастлива. Мама, ты всегда давишь, всегда-всегда давишь. Почему ты так уверена, что нужно с детства обрекать ребёнка на тяжкий труд? Заставлять заниматься по многу часов, пока другие дети гуляют и радуются, и при этом не оставлять другого выбора? А если он захочет стать инженером или врачом? Боже мой, но ведь не у всех такие исключительные данные. Раечка, можно же попробовать, только попробовать, только пойти на экзамены. Его ещё не приняли. Что ты так беспокоишься? В том году центральная музыкальная школа переехала в новое, специально построенное для неё здание с просторными классами и продуманной изоляцией звука. Правда, некоторые учителя и родители сожалели, что пропали уют и очарование старой школы, но Лёва не мог судить, конечно. Или он всё-таки начал учиться в старом здании и просто забыл, что можно требовать от пятилетнего ребёнка. Зато он почему-то хорошо помнил экзаменационную комиссию, мужчину и двух женщин за большим столом, все седые и старые, но совершенно не страшные, как бабушкины подружки. Он совершенно не боится, да и задание очень простое — спеть песню. Песню они с бабушкой выбрали заранее. «Спой нам ветер про дикие горы», радостно выкрикивает Лёва, «про глубокие тайны морей». Такая весёлая музыка, такие красивые слова. У Лёвушки всегда начинало звенеть в горле, когда он пел эту песню. «Про синие просторы, про птичьи разговоры, про смелых и больших людей». Экзаменаторы дружно улыбаются. Одна из женщин, самая старая, садится за пианино и просит повторить сыгранную ноту. Это ещё проще. Они с бабушкой сто раз дома повторяли. Потом опять что-то играют, стучат и хлопают. Всё очень легко и весело. И Лёвушка, окончательно расхрабрившись, поёт любимую бабушкину колыбельную «Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей». Да, именно тогда он встал и подошёл. Толстый, некрасивый человек, почти лысый, ничего примечательного. Ласково взял в свои руки Лёвиной ладони, осторожно покрутил пальцы, попробовал крепость кисти. «Друг мой, ты хочешь играть на скрипке?» Конечно, это было страшным везением. С первых шагов обратить на себя внимание великого педагога, подготовившего таких мастеров, как грач и безродный. И почему Абрам Ильич оказался на экзамене? Обычно приготовишек прослушивали директриса Мамолли и Вера Николаевна, теоретик. Судьба? Стечение обстоятельств. Екатерина Ивановна Голубушка, запишите к Анне Яковлевне. Думаю, у молодого человека есть перспективы. Ну да, Анна Яковлевна, в прошлом ученица Столярского, а теперь ассистентка Емпольского по работе с малышами. Потом лучшие понемногу переползали в руки самого, хотя официально он считался преподавателем консерватории, а не ЦМШ. Обрати внимание, без всякой протекции, бабушка сияет от гордости, я же говорила, ребенок абсолютно одаренный, идеальный слух, прекрасные руки. Разве нужно спорить? Хорошо, ты молодая, очень занята, я понимаю, но в ближайшие годы я могу помочь. Не так далеко ездить. Я отменю вечерние смены. Боже мой, Раечка, не могу поверить. Лия бы умерла от счастья. Мама, Лию лучше не вспоминать, по-моему. Тем более она уже умерла один раз из-за вашей ненаглядной музыки. Я и сама вижу, что у ребенка хороший слух, но разве этого достаточно, чтобы решать на всю жизнь? С раннего детства тяжелый труд, никакой свободы. Не могу забыть, как ты меня заставляла учить гаммы, когда девочки бегали во дворе. Но почему на всю жизнь? Он будет параллельно учиться в школе, как другие дети, всегда сможет сделать выбор. Умение трудиться полезно в любой специальности. Главное вовремя понять, чего хочешь от жизни. Ты бросила музыку, а что взамен? Однообразная рутинная работа, в кругу сплетницы старых дев. Вот твоя свобода! Да, нечасто ссорились, его главные женщины. Обидно и ненужно тратили время и силы, плакали, неделями не разговаривали. Обычно Лева не вникал. Это было частью привычной жизни, как коммунальная кухня или стирка. Потому что в целом жизнь была прекрасна и упоительна, и полна любви. Все, все говорила и пела о любви. Улицы и переулки бульварного кольца, чудесная особенная школа, мамины посиделки с подругами, их загадочный смех, запах духов, стихи, горячие пирожки, аккуратно завернутые в вощеную аптекарскую бумагу. Еще отдельно бездумные и прекрасные выходные, походы в театр и в оперу, да-да, именно так, в оперу, нарядный пиджачок и галстук, как у настоящего музыканта, бабушкино длинное платье, кружевная шаль времен незабвенной Лии, лимонад в театральном буфете. И на этом фоне все разрастающийся круг юных красавиц. Соседская девочка Нина, пионервожатая Люда, две чудные кокетки с фортепианного отделения, Медея и Тамара, одни имена, чего стоили, и таинственная незнакомка в соседнем дворе, совсем взрослая и прекрасная, в туфлях на каблуке, наверное, из восьмого класса, и милая маленькая орфистка Алина, внучка бабушкиной подруги. Даже ежедневные четыре часа занятий на скрипке не больше четырех часов, подчеркивал его обожаемый учитель, искупались постоянным вниманием самого учителя и бурными домашними восторгами. Со второго класса началось общее фортепиано, и тут наступил настоящий бабушкин триумф. Ей, пианистке, было трудно сродниться с хрупкой скрипкой, требующей личного общения и участия. Смычок, купленный за огромные деньги, у пожилого скрипичного мастера вызывал в бабушке какой-то священный ужас. Все боялось, что вот сейчас сломается, порвется. Про натягивание струн и настройку вовсе говорить не приходилось. А с фортепиано все было просто и замечательно. Определенные ноты на определенных местах, как в ее любимой аптеке, надежный, прочно стоящий инструмент, твердость аккордов и звенящие трели верхних октав. Бабушкины большие полные руки сразу обретали уверенность, и даже со всем малышом Лева не мог налюбоваться на простоту и стремительность ее игры. Он сразу подхватил эту виртуозность и легкость, мгновенно запоминал новые темы, потом пристрастился подбирать песни военных лет, все время бывшие на слуху. При всей прелести и интимности скрипки с ней не получалось такой свободы. Фортепианные аккорды левой руки придавали окраску любой мелодии, скрывали мелкие ошибки и мазню. Кажется, получалось прилично. Частые бабушкины гости, в большинстве своем пожилые женщины, дружно умилялись Леве на игре и подпевали, утирая слезы. Непонятно, как у нее хватало сил сидеть рядом все часы занятий, возить внука на бесконечные уроки и одновременно заведовать аптекой, вести дом, готовить еду. Правда, при ЦМШ всегда существовал круг преданных и безумных мамаш, готовых посвятить жизнь своим гениальным отпрыскам, организовали даже дежурство мам в каникулы и на праздники, но они были моложе, в большинстве своем не работали, имели прислугу. Разве Лева задумывался? Кто из детей задумывается? Занятия часто проходили в квартире учителя, а не в школе. Было привычно и уютно ждать в полутемной комнате, разглядывать бесконечные шкафы с книгами, рисунки в толстых рамах. Илья Абрамович никогда не смотрел на время, мог час работать над одной сложной фразой, всегда показывая на скрипке ученика. Получалось настоящее волшебство, тот же инструмент, те же ноты, но вместо неловких и неровных звуков сказочная, совершенная музыка. Две собственные скрипки учителя ходили среди старших студентов, не имевших достаточно средств на покупку хорошего инструмента. Старшие играли блистательно, каждый в своей манере. Это было главным достоинством Емпольского увидеть и выявить индивидуальность ученика, развить, сохранить. Технику добирали с преданными и опытными ассистентами. Многие ребята уже участвовали в международных конкурсах, выступали с оркестром. Лёва был самым младшим по возрасту, до настоящих концертов ещё не допускался, но к десяти годам практически полностью перешёл в руки Илья Абрамовича. Конечно, он не понимал и не помнил преступного режима, в котором рос. Как и все дети, стремился в пионеры, радостно орал песни о Ленине и Сталине, даже один год стал запевалой в школьном хоре. Песни, надо отдать должное, были очень мелодичными и красивыми, и часто создавались настоящими хорошими композиторами. Только взрослым задумался и ужаснулся этому коллективному бреду. Ленин — это весны цветенья, Ленин — это победы клич. Даже смерть и похороны Сталина почти не отложились в памяти, наверное, потому, что в их школе была особая атмосфера достоинства. Гораздо позже пытался вспомнить реакцию бабушки или мамы, был уверен, что бабушка не рыдала, как все соседки, и не сожалела об умершем отце народов, но скорее принимал желаемое за действительное. Вот с делом врачей четко помнился один эпизод. У них в комнате сидит незнакомая красиво одетая женщина и тихо отчаянно плачет, а бабушка, такая всегда говорунья, молчит и только раздраженно передвигает чашки на столе. В тот же вечер она рассказывает маме, еще больше раздражаясь и почти переходя на крик «Кандидат наук! Прекрасный невропатолог! Вдова боевого офицера! Две дочки школьницы! Нет, ты мне скажи, как ей теперь жить? Как кормить детей? И сколько это может продолжаться?» И мама только испуганно шепчет без всякой связи «Тихо, тихо, не нужно при ребенке разъясниться, вот увидишь, все разъяснится, Марк говорит, что не нужно отчаиваться». Странно, как он хорошо запомнил тогда Асю Наумовну. Мало ли женщин приходило в их дом, мало ли женщин плакало в ту пору? Да, к тому времени в их жизни появился Марк, будущий мамин муж, вполне нормальный человек, военный, с орденом красной звезды и медалью за отвагу, но невозможно было поверить, что маме нравится этот толстый и почти лысый дядька, что она может гулять с ним, ходить в кино и в гости, праздновать Новый год. Лева вдруг стал думать про погибшего отца, пытался представить, как они идут вместе на футбол или хоккей, хотя сам Левушка, воспитанный женщинами, всегда оставался равнодушен к спорту. Однажды он вытащил из семейного альбома довоенную фотографию молодых родителей и демонстративно поставил на пианино. Но мама и бабушка ничего не замечали или старались не замечать. Марк появлялся все чаще, и однажды, вернувшись из школы, Лева застал полную драматизма сцену. Мама рыдала, уткнувшись в подушку, а бабушка, бледная, с горящими щеками, наверняка у нее уже тогда была гипертония, ходила по комнате, скрестив на груди руки и монотонно повторяла «Ты не можешь так поступить!» «Нет, ты не можешь так поступить!» «Я все понимаю, ты заслуживаешь счастья и нормальной жизни, ты молодая и должна думать о себе, но я не позволю ломать судьбу ребенка!» «Рая, ты слышишь?» «Можешь меня ненавидеть, но я не позволю!» Наверное, слова были иные. Женщины вообще употребляют слишком много слов, но смысл оставался прежним. Марка переводили на работу в Хабаровск и он звал с собой маму. «Марк серьезный и порядочный человек и он любит меня! Все говорят, что в такое ужасное время военному человеку, да еще еврею, лучше держаться подальше от центра! Ему предлагают очень ответственный пост, как ты не понимаешь! Я вижу, что он порядочный человек, кто спорит! И ты можешь ехать, ты просто обязана ехать, но зачем увозить ребенка? Что он будет делать в вашей глуши? Неужели ты думаешь, что я не справлюсь? Бедные и бедные его женщины! Они как всегда не хотели слышать друг друга! Лева как всегда разрывался от любви к обеим! Но на этот раз бабушка была абсолютно права! ни в какой Хабаровск он ехать не собирался. Бросит школу, музыку, Москву, товарищей, наконец, орфистку Алинку, с которой уже два раза целовались после занятий. и все ради лысого Марка с его ответственной работой. Правда, от мысли, что придется разлучиться с мамой, появлялась тошнота и какая-то тоска в животе, и больше всего хотелось прогнать к чертовой матери этого чужого, ненужного человека со всеми его орденами и медалями. Но что Лева мог поделать? Сколько ей было лет? Уже больше шестидесяти. Это точно. Шестидесятилетие отмечали с мамой. Пришли сотрудницы издательства, Лева хорошо помнил. Наверное, ужасно, страшно и тоскливо в такие годы разлучаться с единственной дочерью, оставаться одной в жестоком огромном городе, да еще отвечать за капризного мальчишку, привыкшего к баловству и вниманию. Не жаловала. Никогда не жаловалась. Даже подругам всегда была уверенной и бодрой, да абсурдо аккуратной, в строгой блузке с брошью и неизменной вязаной шали. И ее ненаглядный, глупый Левушка вскоре поверил, что все нормально, что жизнь по-прежнему прекрасна и полна радостей и сюрпризов, тем более начался новый этап в учебе, первый концерт с оркестром, первые настоящие удачи, безумилений и скидок на возраст. К тому же фортепиано, казавшееся прекрасной игрушкой, вдруг открыло новый путь к покорению женских сердец, потому что даже самые музыкальные и избалованные девчонки не могли устоять перед калейдоскопом модных песенок, которые Лева мастерски подбирал на слух. Сам он влюблялся стремительно и страстно, но совершенно не понимал, почему нужно дружить только с Машей, если существуют еще Даши, Марьяши, Наташи и другие чудесные создания с романтическими длинными косами или озорными короткими стрижками. Выбор был таким же невозможным и ненужным, как между мамой и бабушкой, скрипкой и роялем зимой и весной. Новый 1956 год начинался просто прекрасно. Во-первых, мама родила девочку. Правда, впервые узнав о маминой беременности и предстоящих родах, Лева, несмотря на исполнившиеся 14 лет, страшно, мучительно заревновал, представил себя навсегда забытым и ненужным, но бабушка так безудержно, ослепительно радовалась, что и ему передалось это праздничное настроение и ожидание чуда. Тем более на все летние каникулы они собирались в незнакомый, но уже не чужой Хабаровск, деньги на билет давно были отложены, и бабушка договорилась с педагогами о составлении личной программы занятий. Нетерпению Левы не было границ. Очень хотелось увидеть маму после двух лет разлуки, и потом предстояло настоящее далекое путешествие неделю на поезде в незнакомый город на великой реке Амур. Он уже давно прочел в энциклопедии и про Амур, и про Хабаровск, к тому же мама каждую неделю присылала длинные подробные письма обо всем подряд, местной природе, новой работе, знакомых, концертах в филармонии. Отдельно описывала маленькую дочку, совершенно замечательную, которую назвали Лилией, якобы в память о бабушкиной сестре, хотя Лева не видел никакой связи, и ему совсем не нравилось это слащавое имя. Надо отдать должное, у него хватало ума не выступать, тем более бабушка просто умирала от умиления и целыми вечерами вязала какие-то крошечные носочки и шапки для их замечательной Лилии. Но еще предстояла весна, гастроли гениального иностранного скрипача Исаака Стерна, что занимало Леву и его друзей по классу скрипки гораздо больше, чем прошедший недавно двадцатый съезд партии. И хотя в воздухе повисли всевозможные и невероятные слухи, и хотя бабушка с подругами напряженно шепталась по вечерам, беспрерывно повторяя имена Хрущева и Сталина, выступление Стерна затмило все. Потому что именно тогда любимый и единственный учитель воскликнул, обращаясь к нему, только к нему одному, потрясающее, просто потрясающее. Вот так ты будешь играть. Твоя манера и легкость я давно чувствовал. Техника наберется, это многие могут, а с легкостью нужно родиться. Начинаем работать, мой мальчик, начинаем работать по-настоящему. Они умерли с разницей в одну неделю. В светлые и теплые июньские дни 1956 года. Сначала бабушка, потом им польский. Одновременно покинули его, не предупредив и не объяснив, как нужно жить одному в жестоком, огромном и пустом мире. В том же месяце Лева последний раз в жизни посетил ЦМШ. Всего на 15 минут именно столько потребовалось, чтобы написать заявление об уходе и забрать документы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...